Девушки отдыхают Что мы можем сказать? Я бы не говорил про ребят, про AJ Они сыграли нормально, но Сикреты сыграли очень хорошо У них действительно были шансы На наш аналитический взгляд Только в начале и мид игре И они сделали все очень круто Это были непростые Какие-то ганги, передвижения, лайн выиграли Они действительно юзали смоки Просто бежали через всю карту Дазла убили между Т2 и Т2 Вражеским где-то, где он вообще этого не ждал Просто очень, скажем так, мувы были неочевидны И за счет этого взяли преимущество И просто уже напросто ничего не отдали Очень понравился мне Баунти Хунтер От Сикретов Как говорит у нас, любит Дмитрий Лайт оф Хевен Баунти Хунтер очень плохо поломал построение Команды Team Secret Команды IG И ведь действительно Все-таки IG привыкли играть в игру Где у них бёрнинг, он фармит Нафармливает итемы В общем, у них должно быть Все по каким-то чекпоинтам происходить В игре Баунти Хунтер, он, конечно, им все поломал Потому что в один момент Вот мы обратили внимание Мало очень крипов было у СФ Мало крипов очень было у самого бёрнинга На Фантом Лансере И все это заслуга чисто Баунти Хунтера Он там, может быть, не особо наубивал Но он постоянно бегал тут Там был везде на карте Везде его боялись Постоянно он всем кругом мешал И я думаю, что вот Или борьба за Баунти Хунтера Может случиться в следующей карте Либо же просто бан от IG Если они сами не хотят им играть Как вам пик Зевса, вот, Артур? Что ты можешь сказать про Зевса В последнем пике? Я уже по поводу пика все сказал Секреты выполнили свою задачу на 100% 15-ая минута 15 тысяч преимущества Вот этот самый религейм Когда ты уже нанабивал трек киллов А потом просто запираешь соперника на базе И ждешь, когда луна расфармится И до нужной кондиции, чтобы сломать хайграунд Не давая сопернику вообще ничего получить с карты Вот только что показали нам статистику hero damage Первая драка в игре, реальная драка И здесь явно недооценили IG мощь секрет Потому что решили они пытаться как-то обороняться В этом всем могли они отдать лишь Сефа Который был с Айегисом И отделаться более-менее малой кровью Но они все натыпались Умерли в итоге все Отдали и Сефа с Айегисом После этого драться уже было невозможно Не очень хорошо получилось Из-за игры вообще не было ни одного момента Где бы Phantom Lancer сплетел бы иллюзиями ульту Луны Потому что в замесах его не было А он не успел вообще ничего получить Он был очень слабый Phantom Lancer Он закончил игру с барабанными диффузалами И элементарно Ну как он, он же не может изначально появиться кучей Нужно, чтобы драка хоть чуть-чуть продолжалась А его убивали за два спела На самом деле, ну это и тоже есть, конечно, в этом смысл Но как минимум просто Phantom Lancer Когда Луна включает льту, он дает вторую И уже хоть немного демиджа расплечит Но, конечно, это не такое решение проблемы Как тот же, не знаю, Форион с пеньками Или когда куча саммонов разных и так далее Все правильно сказали мои коллеги про Баунти Хантер Действительно, несмотря на довольно скромные показатели В конце игры в таблице То есть там два фрага, три ассиста, три смерти И девятый левел, самый маленький на карте Он сделал колоссальный объем работы На своем оффлейне он пришел И загонял этого Phantom Lancer так Что под конец игры Ну, во-первых, у лансера было пять смертей уже под конец игры И крипов было на сто меньше, чем у его визави из команды Secret То бишь Артизи на Луне И в миде напрягался SF То есть вообще SF против Зевса стоит просто замечательно Если один в один Но постоянный прессинг от Баунти Хантера Постоянное чувство того, что БХ может выйти И замедлить И, в принципе, даже убить вместе с Зевсом Этого Шиду Финда На десятой минуте у SF был КС лишь 55 Обычно мы видим на десятой минуте показатели что-то вроде 80+, На SF, которые стоят против Зевса Также тот странный момент Что вот этот Дарксир пикается так рано Мне кажется, переоценивают немного этого героя Дарксир на сложной стоять не мог толком В итоге он со сложностью своей быстро ретировался в лес А мы все знаем, что тот же SF Какие бы у него не были приключения на линии Что бы там ни происходило Он потом обычно идет в лес Где фармит 3-4 стака на одном респе 3-4 на другом И возвращает себе все Там же все было давно зафармлено на Дарксиром Который более того расплитил весь этот опыт Еще и с тем самым Баунти Хантером Который от этого становился только сильнее И еще сильнее напрягал этого же самого SF И Лансера То есть тут, в общем и целом, получилось, что Сикрет перепикали своих друзей из IG И очень здорово реализовали этот агрессив пик, который взяли Да, и хотелось бы еще добавить Мало того, когда ты выгоняешь оффлейнера двумя героями Это уже большая такая победа на карте Потому что образуется солидная дыра Кэрри соперника стоит на фрифарме Саппорт, оставшийся там, отводит просто в лесу У Пупея тоже мы видели, что крипстат был такой же, как вот у С4 почти И вынес он очень много айтемов Как раз-таки за счет вот этого спейса полученного Лес вынуждены фармить, делить вдвоем, втроем А Баунти Хантер, как второй саппорт Полностью отвязывается и может делать тоже все, что ему угодно Обратили ли вы внимание, вот сейчас IG, когда выходили Они сразу сели, в отличие от второй карты То есть то, о чем говорил Артур Больше нет вот этого Опять куда-то пропало единство Может пообнимались уже внутри Пожмакались Пожмакались, да Не на камеры Ну да, подумали, что Ну я бы не стал жмакаться на камеру на их месте Ну вот и они так подумали Пошли, да и сели Возможно, что это наоборот говорит о серьезности их намерения Так все мы Злость, спортивная злость Вообще, я думаю, что скорее всего все нормально у них С моралью, я уверен Просто так бывает, что тебя перепикали Не то чтобы перепикали, но просто переиграли Ты взял лейт, твой враг взял мидгейм такую Или начальную даже скорее агрессию И у него получилось тебя переиграть в начале А умеют ли сами IG играть вот в эту раннюю агрессию Как-то попробовать ответить сейчас ребятам из Сикрет Потому что Сикрет, походу, уже нашли применение своих сил Уже нашли, как играть против IG И третий пик, мне кажется, будет примерно таким же Ранняя агрессия, наращивание преимущества Могут ли IG играть такую дату? Когда у IG был чемпионский состав Их в Китае, у них даже было прозвище Что эта команда просто, несмотря ни на что, идет вперед И просто дерется на любой стадии игры Как только получает хоть какие-то айтемы Тогда у них это получалось более чем отлично И никто как раз в этом компоненте не мог с ними совладать Сейчас состав немного другой Осталось всего три игрока из того бывого состава Стиль поменялся Пришел Бернинг, который любитель поформить Не знаю, посмотрим Я думаю, им нужно скорее стараться избавить Сикрета От возможности слишком сильно себя задавить То есть как минимум от того же Баунти Хантера О котором мы тут говорим много Может быть еще от каких-то героев Ну, главное это Баунти Хантер С Баунти Хантером начало очень тяжело отыграть так Чтобы потом вот выйти в лейт Он слишком жестко давит Я согласен Я уверен даже, что будут банить Баунти Хантера в первой стадии IG И они не будут сами агрессировать Я уверен, что они будут пытаться защититься от агрессии Либо забанить каких-то важнейших героев И, ну, возможно, чуть более обезопасят Бернинга Мне кажется, ставка будет сделана на него Ну, там показывают сцену Это значит, что команды уже сидят там И начинаются пики Сидят в кабинках Абахата не забанен И сейчас IG могут этого сами забрать на фестпик Потому что они понимают, что секреты его тут же возьмут А были и такие случаи Когда брали команды на фестпик Баунти Гюнтера Уже были они, уже были Я уверен, что... СФ тоже есть И вот непонятно, что же... Что же хотят IG Может быть, стоит Team Secret отдать все-таки этого СФа Потому что пока на плей-оффе у них винрейт 0 С этим героем Ну, непонятно Непонятно, возможно, они сейчас сами возьмут СФа И попытаются как-то законтрить Баунти Гюнтера Вдруг У них есть план Видимо, план есть Моментально Я не удивлюсь, видите, опять... Сейчас БХ Лина, да Ну, я не думаю, что секреты от своего отступят Не, а почему? Может, отступят Ну, БХ точно должны брать Ну, почему нет? Ну, а второй герой Лина Если бы это были ЕГЭ То они бы точно не взяли похожее А Сикрет... Баунти Гюнтер Ну... А Сикрет возьмут Ну, а что? Выиграли только что Почему бы и не повторить? Ну, может, теперь IG Шейкера Какую-нибудь поддержку... У некоторых капитанов просто есть заморочки По поводу того, что никогда не брать Две стратегии подряд Одно и то же дважды Мне кажется, что у Пупея всегда была такая заморочка Но на части Сикретов На части Сикретов Сейчас ИСФО на пике Поэтому они могут... Ну, Пупей славился еще тем, что сигнатурных героев тоже не очень любил банить против каких-то команд Типа, мол, ну давайте, покажите Покажите, сейчас я вам А вот это интересный пик Клокверк То есть лишают Сикретов Сейчас IG сразу львиной доли агрессии на карте И Зая одновременно с этим лишают У него очень сигнатурного, очень мощного Клокверка Мне кажется, отличное решение было предпринято Видимо, разговор Ротике с IG был о том, что на второй пик можно брать оффлейнера Возможно А так как Ротике только на этих двух героях и играл в групповой стадии Разве что кроме пары игр, где он был Фениксом Он сделал акцент именно на Клокверке и на Дарксире Но, кстати, Феникс от Ротика был весьма силен вчера Но он был силен не в личном исполнении, а в комбинации И именно сам факт того, что он его взял Вот это больше зарешало, чем его личное исполнение Играл-то он довольно хорошо Нельзя сказать, что прям великолепно Но неплохо Достаточно неплохо Клокверк еще смотрится прикольным пиком против Баунти Хантера Потому что Баунти Хантер заточен на то, чтобы там Шанда Финда гонять Кэрри мешать, Курицу убивать, Саппортом мешать А значит Клокверк будет стоять против некоторой даблы А Клокверк против дабл стоит очень прилично Это такой герой, которого тяжело выгнать даблой с линии полностью Ну, да, специальный набор нужен Кэрри и Саппорта Чтобы его прям сильно загнобить очень Банница Андайн к ребятам из Инвиктос Гейминг Считает, что вполне Сикрет могут себе забрать этого героя Кстати говоря, Кэрри Луна это один из как раз-таки героев набора Это он, потому что любой герой вместе с ним неожиданно бьет по 70 И очень неприятно становится жить Очень неприятно жить Ну, скорее всего, я не удивлюсь Луне, потому что пока ничего не мешает Сикретом, собственно, взять опять эту Луну Она все так же неплохо смотрится против этого набора Гонять Клокверка, Клокверка ничего Луне не делает Лина с Луной хорошо справится, если это опять-таки будет Лина с Саппортом Да, да, да Да, вот это аура Луны плюс 14 урона Еще и под 670 рейнджа Лины, Саппорта Это очень хорошо Хорошо выгоняет любого оффлейнера Просто зонит его Да, ну и непонятно Непонятно, например Ну, конечно, банить Луну это тоже такое для IG Потому что выбор там и другие герои есть Но что они банят, например, этого зомби Мне кажется, особо он не нужен Ну да, это не в стиле Сикрет, мне кажется Не нужен он Сикрет У них на зомби играл только когда на оффлейн за им ходил Да давно это было Ну вот они как раз-таки и банят оффлейнера Забанили двух оффлейнеров, по их мнению Боятся агрессии вот этой ранней черри зомби Но нам Сикреты показывают, что необязательно и зомби пикать, чтобы агрессировать рано Есть Луна Зевс, например Луна Луна Здравствуйте А еще есть Зевс с четвертым пиком Собственно говоря Ультимативную стратегию Сикрет нашли Как-то банить этих героев не очень хочется, да? Какие-то они обычные такие Уже и ПЛ-чика не хочется брать, а эти скажут Ну опять придет этот БХ Ну там уже не Клокверк, тут уже не загоняешь так серьезно Дарксир, кстати Да ладно, нету Клокверка, да Всегда может Дарксира взять Там возможно еще и хуже будет Если как-то Дарксир набирает ВВЛа То... Щит на Инвизора и поехали Ой-ой-ой-ой-ой-ой А это комбинативная стратегия Потому что Как ты можешь убить то, чего не видишь? Это верно Это невозможно, это нереально Да, ну и IG призадумались Ну потому что действительно в данный момент не видно какой-то... Сейчас вот, мне кажется, вот со стороны IG вот это вот в команде такой вопрос возникает Погодите-ка Что-то знакомое Секундочку, секундочку, секундочку Ну да, думают А может быть сейчас самим Дарксир еще взять На всякий случай Зевса, может быть Ну просто так Действительно Может быть Виктор Виверна Плохой вариант какой-нибудь А кстати Кстати, как работают Глейвы Луны? Они же по идее не должны работать на союзников, когда она будет бить кого-то из своих Не-не-не, выключаются все посевки подобные Иначе бы парни с критами разрубали бы просто своих друзей Ну да Секундочку С одного криточка так, оп Фантомочка какая-то Нет, Фантомочка еще с батлов Юрий всю команду положил сразу Ну о чем научиться? И действительно, почему бы и нет? Очень долго думают Загоняют их в угол, мне кажется Мне кажется, они думают, а нужно ли брать Эпээлла? Ну мы же так им, ну мы же проиграли, он же ничего не смог А какие альтернативы? А какие альтернативы Керри? Лунку, лунку просто берешь Разор Ого, альтернативу, кажется, находят сейчас IG Они собираются идти, возможно, в Хард С этим Вич Доктором Вайда взять, господам из IG? Вообще, по-моему, если они пойдут в Хард и с Вич Доктором Можно просто сыграть креативно Баунти Хантеру купить какой-нибудь Пурмант Шилд И просто дэдреплой Баунти Хантер, Луна и Лина Там разорвать Вряд ли получится Если будет какой-то разор, как Керри у IG Зависит от того, кем IG пойдут в Хард Есть такие линии, с которыми невозможно справиться Теперь точно надо идти в Хард на месте IG Ну или как-то пытаться, потому что стоять против этой гадости На легкой пытаться как-то с Дарксира, Баунти Хантера Покупать на все бабки Дасты, Синтри Они убиваемые, но действительно надо много в это инвестировать А как вам Рейс Кинг или Джиггернаут для IG? Никак, если честно Джиггернаут так себе или Рейс Кинг еще куда не шло? Милишники против Дарксира, да Против Дарксира, БХ, Лины, Луны Много милишников, правда, плохо Против Баунти Хантера и Дарксира уже отвратительно Потому что треки, суржи, стенки Я просто в голове прокручиваю возможных керри У меня дефицит, ребят, помогите Джиггернаут еще более-менее из-за возможности Как-то подпушить какую-то из линий Но думаю, что не стоит Вот Разоров, вспомнил Артур, он крут Единственное, что опять же Баунти Хантер Дарксир Но зато можно линии выиграть И как бы за счет этого получить какую-то Попытаться как-то задавиться Ну да В дровочку В дровочку и в штуар Что распилит? Шторм Спирит Какая-то плава Рейнджевик и все-таки, если в милию Шторм Спирит Подходит, он нормально справляется с Дарксиром Если Шторм Спирит имеет хороший буст в начале То Луне плохо будет Вот на счет справляется очень спорно Ну а что, ставит Ремнант Пичку, бум Пол ХП нет Все хорошо А потом оп, и у тебя ХП закончилось под двумя счетами Если тебе саппорты вдруг оставили Ну а зачем им оставлять его? Что за... Не, уж Торма есть только... Он ничего Дарксиро абсолютно не делает Напротив А вот с получением шестого уровня Есть возможность сто процентов Дарксиро убить Это если ты качаешь Вортекс, Андрей? Ну да Штормы... Сейчас это не модно В наше время так не делают, Андрей От инициативы Сикрет будут пытаться, видимо, на легкой Как-то отконтрить вот этих Баунти Хантеров Дарксиро всех Но, опять же, скорее всего, они потеряют и там кучу фарма Опять Луна будет на фрифарме Опять что-то Финк будет бояться Баунти Хантера Все то же самое, что в прошлой игре, фактически Просто чуть более сильные герои у них на старте Да, и опять-таки, даже если удастся не умереть и дать там шторму фрифарм То килл потенциал у Айджи пока что ноль Чувство какого-то странного героя сейчас К вам придет на оффлейн парень и будет там спокойно выносить свой опыт, ничего не боясь А Баунти Хантеру не обязательно там и находиться ВР-очка, конечно ВР-очка Ну, просто так думаешь, а вот нужно, по идее, кого-то с цыплянием Потому что станов... Ну, цыплянием... И это Соло-мид Соло-мид все-таки будет герой А вдруг... Дрэгон Найт Дрэгон Найт тоже хорошо А почему уверен, что это Соло-мид герой? Дрэгон Найт, кстати, очень хороший А почему нет? Ну, это может быть Лина, кажется, Соло-мид Нет, это Лина, Соло-мид А может быть Шадоу Шаман Соло-мид А С4 в Альянсе в свое время отыграл очень много игр подряд А все в свое время играли, когда героев были мало? Нет, нет, не в то время Как раз-таки вот в чемпионском составе Альянса Да, был период, когда месяц-два влился к ним Шадоу Шаман Валил в тусовку Просто против СФ? Да нет, да нет, 100% Это Лина, Шадоу Шаман это отличный герой с луны Чтобы клокерка на харде вдвоем испепелить Потому что Шадоу Шаман, как ни странно, дотягивается сельдкой прямо через кок До клокерка, да Вот так бывает А если, подождите, если клокерк отойдет прямо на краешек Ну если успеет отойти прямо на краешек, то да, конечно, не дотянется Но часто может дотянуться И в этом смысле Шадоу Шаман очень неплохо может его ловить, цеплять О, все, я люблю IG Хорошо Я тоже люблю IG, но мне кажется, что это будет очень неприятно Мне кажется, это поражение какое-то Просто два саппорта с одной каской С одним кокосом, кокосиком Которые должны как-то цеплять Дарксира с Уржом Это... Мне это не нравится Разве что они действительно пойдут сейчас в харду Триплой, Вич, Доктор, Шторм Спирит, Эншн Топорейшн Ну а там слабаки же действительно Тогда я поверю в то, что у них шанс есть в этой игре Если они пойдут на сейфлейн, то это, по-моему, сразу поражение Решающая карта IG против Team Secret Начинается прямо сейчас Слово нашим комментаторам Спасибо, дорогие аналитики